Гомельский областный лицей у дельники семинара наведывают невыпадково. Тут добро ведают, как экономить электроэнергию и при этом отримливать додатковые финансовые сродки. Уже некольких годов тут денежная программно-техничный комплекс «Энергодозор». Усе личильники подключены до одного сервера, на который поступают дадены об расходах воды и электроэнергии. На двух великих экранах, размещенных у холли лицея, адлюстрованы разлики по экономии энергоресурсов. Информация находится в открытом доступе. С ее может ознайомиться каждый наученец. С подлеткового взрослого дети начинают вучиться экономии. Система «Энергодозор» позволяет, вместе с теми энергоизберегающими мероприятиями, которые были осуществлены, позволяет экономить порядка 36% бюджетных средств на оплату электричества, тепла и воды ежегодно. Лицей вырабатывает, имеется фотоэлектростанции, установлено 84 фотоэлектрических панели мощностью 0,02 мегаватта, что позволяет вырабатывать 20% потребностей годовых лицея в электроэнергию. Эту электроэнергию мы продаем государству и используем эти финансовые средства. Особливую увагу притягнул уникальный для нашей краины лучшебно-практичный центр по энергосбережению, який находится на базе областного лицея. Музейные экспозиции позволяют просочить весь шлях эволюции к рянец энергии. При этом основный акцент сделаны на энергосберегающие технологии. Так само тут есть лаборатория, где наученцы могут проводить свои науковые доследования. Увагу ли с этим центром в управлении эдукации связывают великие планы. За этим учебно-практическим центром мы считаем, стоит большое будущее, потому что мы о нем будем заявлять обязательно в виртуальном пространстве, для того, чтобы найти других пользователей. А это будут не только педагоги, не только дети, это будут инженеры, это будут экономисты и так далее. Поэтому мы видим за ним большое будущее, и мы имеем уже концепцию его развития. На пленарном посаджении удельники семинара обмерковали убаченное, а так само вызначили основные задачи у сферы энергосбережения, которые визначены на наступную пятигодку. Конечно, у нас еще резервы есть, и резервы довольно приличные. Но все сегодня, все, что было на виду, на плаву, мы везде как бы внедрили. Сегодня надо идти в технологии, идти в производство. Конечно, у нас очень парк печей закалочных, отпускных, я имею в виду термическое оборудование, индукционные печи. То есть именно в технологии, где-то окрасочное производство, гальваническое производство, где у нас резервы. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».